В Мирном мобильном конгрессе Москву признали одним из самых инновационных городов мира с высоким качеством и наиболее низкой стоимостью мобильной связи. Согласно последнему исследованию, проведенному Ericsson, средняя стоимость мобильного интернета в Москве в 7,5 раз ниже, чем в Нью-Йорке. 3 гигабайта трафика в Нью-Йорке стоят 1926 рублей, в Сингапуре 1855 рублей, в Лондоне 1926 рублей, в Барселоне 991 рубль, а в Москве всего 250 рублей. Проникновение мобильной связи в Москве превышает 200%. Высокому уровню внедрения технологий и инноваций в российской столице способствует развитая телекоммуникационная инфраструктура российской столицы. Город способствует активному развитию сетей связи операторов и поощряет совместное использование инфраструктуры. Строит собственную инфраструктуру связи, это подземная канализация, опоры двойного назначения. С приходом 5G будет многократное увеличение базовых станций. Сегодня опоры двойного назначения, которые предназначены для одновременного размещения оборудования, сотовой связи и устройств различного специализированного назначения в условиях городской инфраструктуры, активно строятся в Москве, а также в других крупных городах России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Благодаря проекту по внедрению опор двойного назначения в два раза быстрее будет появляться мобильная связь и интернет. Присоединится ли Хабаровск к этим городам и когда у нас может появиться связь нового поколения 5G? Узнаем у гостя в студии Кирилл Берман, исполняющий обязанности министра информационных технологий Хабаровского края. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, стоит начать с действующего стандарта. Везде ли у нас есть доступ к связи четвертого поколения? К сожалению, доступ к связи четвертого поколения, LTE, 4G, как мы привыкли его называть, есть пока еще не везде. Мы стремимся к тому, чтобы сравнялся показатель наличия 4G и наличия оптоволкованных линий связи в населенном пункте. Пока ситуация следующая. В целом имеет доступ к интернету 98,6% населения Хабаровского края. Доступ к интернету через волос имеет 97,6%. А вот доступ к 4G имеет чуть более 90% населения. Как раз вот эти 7% это тот рост, который мы себе запланировали за 2019-2020 год, для того, чтобы эти 7% в населенные пункты, у которых уже пришел волос, чтобы они также получили доступ к современным услугам связи и пользовались уже высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 4G. Вот в чем отличие 5G от той же 4G, 3G? Это быстрее, это лучше? Это быстрее, это лучше. Дело в том, что связь пятого поколения пока до конца не оформлена с точки зрения стандартов, поэтому мы можем говорить о неких общих параметрах. В общем, скорость в 10 раз выше, то есть если пиковая скорость в сетях 4G это 1 гигабит в секунду, а средняя это 100 мегабит в секунду, то для сетей пятого поколения пиковая скорость это 10 гигабит в секунду, а средняя скорость 1 гигабит в секунду. То есть, грубо говоря, через наш сотовый мы будем, или там планшет, мы будем получать доступ к интернету примерно такой же, как сегодня мы получаем доступ, когда просто оптоволоконный кабель подключен непосредственно к компьютеру или еще к чему-то. Ну то есть такая связь будет интересна не только обычным пользователям, но и каким-то крупным компаниям, правильно? Одно из основных преимуществ это уменьшение энергоемкости. Сегодня наши телефоны потребляют большое количество энергии, затрачивают для того, чтобы обмениваться с вышками связи 4G информацией. А так как энергоемкость сетей пятого поколения будет раза в два ниже, то и батарейки будет хватать на дольше, и устройств различных можно подключить намного больше к одной базовой станции. Уже сегодня количество сим-карт, вот вы говорили о том, что в Москве там 200% проникнение, о чем говорить? Это означает, что сим-карт в два раза больше, чем людей. Почему? Потому что есть машины сигнализации, в которых там по одной, по две, по три сим-карты иногда в одной машине. Есть умные холодильники, телевизоры и все-все-все. То, что потребляет дополнительное количество сим-карт, то, что потребляет дополнительное количество интернета, различные умные датчики, умные счетчики. Все это требует определенной инфраструктуры. Поэтому очень важно то, о чем вы проговорили в своей подводке, что должна быть готова прежде всего городская инфраструктура. Готова ли она? Она, к сожалению, на сегодняшний день не готова. Однако, буквально позавчера мы встречались с мэром города, обсуждали перспективы развития как раз опор двойного назначения на территории города Хабаровска. Мы договорились до того, что в ближайшее время, в 2019 году, будут построены от 50 до 100 современных опор двойного назначения, как раз которые используются, которые и являются базисом для развития сетей 5G. Если мы подготовим всю инфраструктуру, затем перейти на сеть пятого поколения будет чисто технический вопрос, достаточно быстрый, когда есть уже базовые станции, когда есть столбы, грубо говоря, которые можно использовать для развертывания быстро в этой сети. Мы призываем наши городские власти помочь в этом, чтобы это скорее наступило все-таки, чтобы у нас была сеть 5G, потому что она быстрее, как мы сказали, и лучше. Ну что же, напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас был Кирилл Илла Берман, исполняющий обязанности министра информационных технологий Хабаровского края. Спасибо большое.